Польская народная республика Помещики перестали существовать как класс Также государство активно вкладывало в образование, что позволяло уничтожить безграмотность После успешного трехлетнего плана в 1950 году был одобрен шестилетний план Суть которого заключалась в развитии тяжелой промышленности и в создании системы для производства предметов широкого потребления Однако в последствии из-за напряжения в международных отношениях, вызванных холодной войной, план пришлось изменить И теперь главной задачей было развитие военно-промышленной отрасли В Польше, в отличие от других стран соцлагеря, не была массово проведена коллективизация Сельское хозяйство слабо развивалось Огромное количество людей из деревень мигрировало в города И столь масштабная миграция создавала экономические трудности В целом, благодаря шестилетнему плану, у Польши появились новые возможности Она производила корабли, машины, самолеты и так далее Была создана Польская Академия Наук В 1955 году завершилась постройка Дворца культуры и науки имени Сталина Это здание стало символом Варшавы и является по сей день самым высоким в Польше Однако в то же время был один огромный минус Из-за массовой миграции в города, а также из-за поднятия тяжелой промышленности за счет сельского хозяйства У поляков были проблемы с продовольствием Уровень жизни в этот период падал, что безусловно вызывало недовольство В 1956 году умер в Москве, почти сразу после 20-го съезда КПСС, лидер Польской Народной Республики Болеслав Берут Народ воспринял это так, будто русские специально назло полякам отравили их национального лидера Это, а также ранее озвученные мной экономические проблемы, привели к политическому кризису В 1956 году в результате этого кризиса, в дальнейшем названного Польским Октябрем, к власти в Польше пришел Гомулка, сторонник социализма с польской спецификой Он проводил мягкую либерализацию страны, например, крестьяне стали мелкими собственниками, колхозы сокращались, в сфере культуры цензура была смягчена и соцреализм перестал доминировать По факту была прекращена идеологизация общества, что интересно, даже для членов Польской Объединенной Рабочей Партии не требовалось знания эллинизма, марксизма Кстати, примерно в этот период партию покидают сталинисты В 1965 году они создадут свою собственную коммунистическую партию Польши, ее лидером был Казимиш Мияль В дальнейшем он покинет Польшу и будет в Албании вещать на радио на польском языке об ортодоксальном марксизме Но вернемся к Гомулке Дело в том, что он не оправдал ожиданий, а престиж Польской Объединенной Рабочей Партии в обществе был довольно низок Экономические проблемы не были решены, из-за чего в 1970 году выросли цены на продукты питания Это вызвало запастовки и массовые волнения, из-за которых произошла смена власти В итоге новым секретарем Польской Народной Республики стал Эдвард Герик Он вел переговоры с протестующими, один из которых был пока еще никому неизвестный Лех Валенса И в конечном итоге правительство вернуло адекватные цены Было обновлено правительство, и теперь в нем было много молодых людей Преследование церкви прекратилось Одна из главных задач нового лидера Польши была попытка восстановить экономику Он наладил отношения Западной Германии и Франции, и при помощи них брал деньги в кредит Первоначально этот план отлично срабатывал Уровень жизни улучшался Модернизировалась польская промышленность при помощи покупок технологии Запада Повышалась зарплата В основном правительство ПНР рассчитывало, что оно сможет создать конкурентоспособную на международном уровне польскую промышленность и сельское хозяйство А затем при помощи экспорта выплатить долги В 1973 году произошел нефтяной кризис, и цены на Западе значительно выросли на импортируемые товары в Польше Однако цены на польский экспорт были все такими же низкими К тому же западные товары, которые покупала ПНР, не всегда были нужными Или были уже устаревшими, при этом покупались они по завышенной цене В итоге Польша влезла в долги, и экономика требовала повышения цен в 1976 году Однако в Польской Объединенной Рабочей Партии понимали, что как только они это сделают, их тут же сожрут Поэтому они тщательно подготовились В польских СМИ писали о росте безработицы в Западной Европе и Америке А также о росте цен на продукты питания в капиталистическом мире А так как Польша интегрирована в мировую экономику, то скорее всего это отразится и на нее Службы безопасности также подготовились Особо активных, а также потенциальных лидеров протеста призывали на службу в армию Ну что, готовы поднять цены на нефть? Погнали! Бум! Начались очередные массовые протесты и демонстрации Они были жестоко подавлены с использованием танков и вертолетов И хотя угомонить людей удалось, протестующим удалось добиться своей цели И правительство отменило повышение цен Отчасти это было сделано по просьбе Советского Союза Во второй половине 70-х создавалось огромное количество оппозиционных организаций Которые собирали деньги и помогали протестующим Появились подпольные газеты В общем, положение было достаточно плачевным для польских коммунистов В 1978 году Папой Римский стал Иоанн Павел II Он был поляком по национальности В 1979 году он впервые в качестве главы церкви посетил Польшу Власти рассчитывали, что визит Папы Римского успокоит население Однако все сложилось иначе Тот факт, что поляк был главой церкви И при этом в Польше установлен атеистический режим Наоборот, еще больше мотивировал оппозицию к протестам К 1980 году властям Польской Народной Республики Так и не удалось устранить экономические проблемы А долги поджимали А потому правительство вынуждено было снова поднять цены Естественно, это снова вызвало массовые протесты и забастовки Летом в 1980 году был уволен Лех Валенца За то, что он состоял в нелегальном профсоюзе Рабочие судостроительного завода в Гданске Объявили за эту забастовку Рабочие взяли под свой флот контроль верфь И потребовали реформу труда и вероисповедания Власти вынуждены были пойти на уступки И таким образом был создан профсоюз Солидарность Который стал главным противником коммунистической партии А протесты тем временем продолжались Партия, полностью разочаровавшись в Эдверде Герике Меняет первого секретаря на Станислава Каню Однако ему не удалось справиться с протестами Поэтому через год первым секретарем партии Становится Войцех Ярузельский Дабы стабилизировать ситуацию Он вел военное положение в 1981 году Органы МВД арестовывали активистов Солидарности И других организаций Запастовки были запрещены Независимые профсоюзы и иные организации распущены Рабочих в стратегических отрасли Отправляли на военную службу Огромное количество людей было задержано В общем, путем насилия протест удалось подавить Когда ситуация более-менее получилась стабилизировать В 1983 году военное положение было отменено Одна из версий, почему в Польше было введено военное положение Связана с тем, что СССР хотела ввести войска в польские города А дабы этого не допустить, полякам пришлось самим давить протест Но это достаточно спорный факт, так как в это время Советский Союз был занят Афганистаном В общем, одни придерживаются этой версии, другие нет В 1985 году к власти все мы знаем, кто пришел Его перестройка лишь усугубила положение в Польше Со временем профсоюз Солидарность продолжил свою деятельность В 1988 году снова началась запастовка И здесь войсок Ярузельский решил начать переговоры Которые были назначены в 1989 году И приобрели название Круглый стол Ярузельский был первым лидером страны Паршавского договора Который начал диалог с оппозицией По итогу прошли выборы в парламент Где Польская Объединенная Рабочая Партия набрала 37% А Солидарность 35% в Сейме А в Сенате абсолютное большинство было у Солидарности В итоге было сформировано новое правительство Где были люди как из Коммунистической Партии, так и из Солидарности Однако в большинстве своем Солидарность имела большее влияние Ярузельский временно вступил в должность президента ПНР После этого коммунисты полностью утратили свое влияние В стране проводились рыночные реформы, которые в дальнейшем получат название Пламбальцировича В конце 1989 года была изменена конституция, которая по факту ликвидировала Польскую Народную Республику В 1990-м Польская Объединенная Рабочая Партия была самораспущена А в конце года войсок Ярузельский передал власть Лехе Валенсу На этом все Хотя нет А знаете, что самое интересное? В свое время Лех Валенса сотрудничал с спецслужбами Польской Народной Республики Вот теперь точно все